Разломанные балки, кирпичи и горы осыпавшейся штукатурки. В ванной на четвертом этаже больше нет потолка, а в квартирах дома номер 19 по первому советскому переулку теперь отсутствуют и жители. Все обитатели первого корпуса в срочном порядке эвакуируются из здания. Сотрудники МЧС просят людей брать только необходимые вещи. Утром они, вероятнее всего, смогут вернуться в свои квартиры, но оставлять жителей в аварийном доме на ночь спасатели просто не имеют права. Нужно убедиться, что угрозы дальнейшего обрушения нет. Авария произошла между семью и восемью часами вечера. Опорная часть старой деревянной балки, которая удерживала своды потолка над общей ванной комнатой, полностью сгнила и, не выдержав нагрузки, рухнула прямо в помещение. Вместе с ней обрушился и потолок. По счастливой случайности никого из жителей в этот момент в ванной не было. Аварийные службы сработали оперативно. В течение 30 минут всех людей вывели из дома. Рядом с местом обрушения под руководством руководителя администрации района Алексея Валова был создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. Для обследования коммуникации на место также выехали работники газовой службы. Все работы проводились под непосредственным контролем заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова. Жители, которые были вынуждены провести эту ночь вне своих квартир, разъехались по родственникам. Для тех, кому идти некуда, местные власти организовали специальный автобус, который довез людей до пункта временного размещения. Сейчас людей размещаем в ДК «Славия». Сейчас решается вопрос об организации питания и организации койко-мест. До принятия решения о пригодности, непригодности, безопасности, либо небезопасности нахождения дальнейшего здесь людей, люди будут находиться в ДК «Славия». Дом 19 по первому советскому переулку уже не раз становился героем наших репортажей. Небольшие аварии происходили здесь регулярно, но такое серьезное обрушение перекрытий случилось впервые. Условия проживания в доме оставляют желать лучшего, поэтому властями было принято решение расселить всех жителей казарм в новый дом. После того, как мы провели комиссионное обследование, поняли, что капитальный ремонт здесь необходим с расселением жителей. Для того, чтобы их расселить, мы попросили губернатора приехать и принять решение. Андрей Юрьевич Воробьев приехал сюда, зашел в эту казарму и принял решение расселять. Мы подыскали вместе с правительством Московской области компанию строительную, это компания «ПИК», которая незамедлительно приступила к проектированию дома для расселения этих трех корпусов. Новостройка для жильцов ветхого строения сейчас возводится на улице Краснознаменской и пока не готова к сдаче. Так что долгожданного переселения жителям казарм придется ждать в своих старых квартирах. Поэтому, чтобы предотвратить возникновение новых аварийных ситуаций, местные власти нашли подрядчика, который займется ремонтом и укреплением ветких перекрытий. Мы пройдемся по крыше и проверим состояние всего перекрытия. Если вдруг необходимо будет, будем видеть, что прям срочно нужна реанимация, значит будем работать над этим. Сейчас жители дома уже вернулись в свои квартиры, но пока что ванной, естественно, пользоваться не могут. Там идет подготовка к укреплению перекрытий. Администрация представителей подрядчика обещает, что ремонтные работы будут завершены в течение недели.